Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. 10 марта свой профессиональный праздник отмечают работники архивов. Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1720 году, Петр I ввел во всех государственных учреждениях должность архивариуса, который должен был отвечать за сохранность документов. Сейчас в российских архивах более 500 миллионов единиц хранения, поэтому показатели наша страна занимает лидирующие позиции в мире. Подробнее расскажет Сергей Смирнов. Нешуточные исторические споры разворачиваются с декабря прошлого года в Пензе. Причина – открытие Сталин-центра в городском отделении КПРФ и установка бюста руководителю советского государства. Мнение коммунистов понятно. Сталин – фигура достойная уважения. Это и Вторая мировая война, и угроза ядерной войны, и угроза распада России как таковой. 5 марта 1953 года этого человека, к сожалению, не стало. Иосиф Иссарионович Сталин является той фигурой, которая, на взгляд коммунистов, способна сегодня сплотить все патриотические левые силы страны во имя ее возрождения. Группа либерально настроенных активистов потребовала немедленно снести памятник. Дело дошло до писем в прокуратуру и петиций в интернете. Правда, нарушений законодательства при установке монумента не было, а значит и причин его демонтировать тоже нет. В этой истории на самом деле интереснее другое. Насколько за последние годы возрос интерес к советской эпохе. Причем речь идет не только о профессиональных исследованиях. Специалисты связывают это с тем, что о событиях 20 века появляется все больше сведений. Если мы будем сравнивать с советским периодом, то у нас не просто произошла революция, а величайшая революция. Потому что после 1991 года рассекречено более 10 миллионов архивных дел. Однако историки все равно считают, что многие материалы, позволяющие объективно оценить советский период нашей истории, до сих пор за семью печатями. Особенно если речь идет о так называемых ведомственных архивах – спецслужб, Министерство иностранных дел, других подобных организаций. Эти учреждения не только не торопятся снимать гриф секретности, но порой не дают доступ даже к открытым бумагам. Если в архив государственный, такой как ГАРФ, спокойно человек приходит с улицы, он подает заявку, записывается в читальный зал, там работает с описями, получает документы на руки, просматривает их, пожалуйста. Доступ в архивы ведомственные, он ограничен. По специальному заявлению вы пишете и очень даже может быть, что вы туда не попадете. В Росархиве с мнением историков об излишней засекреченности не совсем согласны. Сейчас, по словам Владимира Тарасова, всего около 4% документов охраняются законом о государственной тайне. Да и эти бумаги постоянно анализируются специалистами и при первой возможности становятся открытыми. Темпы работы и вправду оставляют желать лучшего, но в этом случае речь идет о национальной безопасности, полагают в Росархиве. Автоматического рассекречивания нет, поэтому для того, чтобы рассекретить те или иные документальные комплексы, проводится достаточно трудоемкая, кропотливая работа, в которой задействованы эксперты по тем вопросам, которые затрагиваются в этих документах. Они готовят заключения. Историки, работающие в архивах, сталкиваются и с другими проблемами. Мешает именно ограниченная, техническая, зачастую ограниченность возможностей наших архивов российских. То есть это очень низкая скорость копирования документов. Это законодательное ограничение на личное копирование документов с личной фототехникой. С этим в федеральном агентстве не спорят. Действительно, более чем из трех тысяч зданий ведомства только около двухсот подходят для хранения документов. Мы пытаемся, конечно, сделать максимум возможного, чтобы и в этих зданиях были созданы удобоваримые условия. Но, согласитесь, когда специализированное здание строится, это сделать гораздо легче, нежели мы приспосабливаем какое-то здание для архивных целей. Поэтому эта проблема действительно существует. Она, безусловно, увязана с тем, что, как всегда, не хватает финансовых средств. Частичным решением этого вопроса в условиях постоянной нехватки средств стал активный перевод архивных фондов в электронный вид. От стран Запада по степени внедрения современных технологий Россия пока отстает. Но разрыв ощутимо сократился. Кстати, в первую очередь в интернете появились материалы именно времен СССР. Там можно познакомиться с документами личного фонда Сталина, например, документами Политбюро ЦК КПСС за более ранний период. В прошлом году мы туда выложили документы архива Коминтерна. Изучение истории коммунистического движения без документов Коминтерна просто невозможно. В целом же можно утверждать, что даже в не самых комфортных условиях архивисты совместно с историками занимаются стратегически важным делом. Не зря ведь Ломоносов сказал, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Сергей Смирнов, Николай Добрин, Симфедоров. Красная линия. Готов с нашей программой директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. 10 марта празднуется День архивов. На ваш взгляд, Александр, работа архивов сегодня может повлиять на то, чтобы ошибки прошлого не повторялись? Ну, собственно, работа архивов как раз и направлена в своей основе именно на это. Без архивов достаточно сложно представить и нашу страну, и государство. По той простой причине, что архивы – это не только хранилище исторических документов, хотя лично для меня, как и историка, прежде всего важно именно это. Это хранилище также и документов, которые используются и могут использоваться в повседневной жизни. Например, когда необходимо, допустим, получить справку о том, где и когда человек работал, куда человек обращается. Человек обращается в архив. Когда необходимо поднять документы по какому-нибудь проекту, который, возможно, возродился, разрабатывался когда-то, сейчас может снова как-то использоваться. Куда обращаются? Опять-таки обращаются в архив. Система архивов, которая существует в нашем государстве, она на самом деле огромная. Это и архивы ведомственные, и архивы государственные. По большей части они открыты для посетителей, закрыта только малая часть всего архивного фонда. Ну, я думаю, что без архивов жизнь наша была бы очень сложна. Александр, на основе информации, хранящейся в архивах, изданы военно-исторические трудоэнциклопедии, Всероссийская книга памяти, написаны многие биографические очерки и тому подобное. Вот на Ваш взгляд, та информация, которая хранится в архивах, она помогает формировать у людей, в частности у подрастающего поколения, уважительное отношение к прошлому, у страны? Она помогает работать историком, которая на основе, она помогает выявлять факты, устанавливать факты, помогает развиваться исторической науки. И уже на этой основе мы можем развивать вещи, связанные с патриотизмом, с любовью к нашей стране и так далее. Потому что благодаря архивам мы можем поставить работу историка на строго научные рамки. Без архивов это просто невозможно. Как Вам кажется, сегодня что такое историческая память? Историческая память – это совокупность представлений, общественных представлений об исторических событиях. О событиях прошлого, ну прежде всего прошлого, недавнего. Историческая память как таковая, она, конечно, не всегда является всеобщей. У разных групп, у разных контингентов может быть разные представления о прошлом, разная общественно-историческая память. Но в целом вот эта вот достаточно подвижная вещь, она складывается в общенациональную историческую память. И, конечно, она отличается и от исторической науки, поскольку историческая наука оперирует прежде всего доказанными фактами, а в исторической памяти могут всплывать вещи, которые, в общем-то, не только не доказаны, они могут быть и несоответствующими действительности. Историческая память – это вещь, на самом деле, сложная, и с ней необходимо работать крайне осторожно, поскольку есть, с одной стороны, велика опасность в том, что представления исторические, они все-таки уйдут куда-то в совсем неадекватную сторону, и, в общем, говорить будет совершенно не о чем. А с другой стороны, ну, оскорблять исторические представления больших групп тоже было бы неправильно. Нужно как-то осторожно их корректировать в том направлении, которое представляется более верным с научной точки зрения. Как вы думаете, если будет больше открытых источников для того, чтобы изучать историю своей страны и зарубежных стран, историческая память, отношение к своей прошлой истории, она будет, я не могу сказать, лучше, может быть, объективнее? Ну, у нас сейчас в последние годы в нашей стране происходит, ну, не только в нашей стране, происходит настоящая архивная революция. Она связана с тем, что множество источников оцифровываются и выкладываются в интернет. То, что раньше было доступно только историкам, теперь оказывается доступным обычному человеку, ну, буквально несколькими кликами. Александр, я благодарю вас за беседу, большое вам спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей программы был директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. А я на этом прощаюсь с вами, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!